В этом году мы будем слушать о Сринитянанде. Кришна Бларам попросил меня объяснить о истине Татве и милости в Сринитянанде Прабы. В эти дни мы узнаем сладчайшую катху и истину о Нитянанде. Поскольку Сринитянанда Прабы очень важны для нашего Бхаджана. Поскольку он известен как корень нашего дерева Бхати. Если кто-то не поливает, не ухаживает за деревом нашего, за растением, если не ухаживает достаточным образом за растением, то это растение может умереть Нитайчанд. Если у вас нет связи, если вы обрезаете этот основной корень как Нитайчанда, если вы обрезаете этот основной корень, тогда ваш Бхаджан может остановиться и умереть. Поэтому в Нитянанда Аштаке говорится Я поклоняюсь моему Господу Нитянанде, который является основным корнем моего дерева Бхаджана. И почему он настолько важен для нас? В чем секрет? В чем секрет Нитянанда в Кали-югу, в гору мире? Почему так говорится? В этой аватаре, это обозначает в Кали-югу, это аватара Нитянанда очень особенный. Только он, только тот, кто... Без милости Горачандры, никто не способен понять Нитай-таттва. Без благословения Нитайчандра, Никогда никто не познает истину о Горачандре. Поэтому они очень взаимосвязаны. Без их благословения невозможно их осознать. Только они могут объяснить. Только Нитайчандра может объяснить о Горачандре истину. Поэтому говорится, что он Гуру в Кали-югу. Говорится, что все Гуру в Кали-югу, они являются экспансиями Шринитая. Вы должны знать, что Гуру перед вами, это сам Нитайчандр. От него вы можете получить знания и благословения. Гуру является представителем Нитайчандры. Поэтому Нитянанда Прабу, известен как Джагат Гуру. Гуру всех вселенных. Здесь мы в первую очередь должны принять прибежище. Наратам Даста Кур говорит о том, что когда вы принимаете прибежище у лотосной Собшей Гуру, Нитайчандра. По его милости мы можем обвести знания и милость с Нитайчандр. Только по его милости мы можем обвести знания и милость с Нитайчандр. И так же говорится о Гуру Татви. Вы должны знать, что Гуру перед вами, это олицетворение Нитайчандра. Все гуру в Кали-югу получают благословение от Нитайчандра. Вы должны почитать его, как Нитайчандра. Нитайчандр благословляет. Нитайчандр благословляет, Он явился в дистрикте Бенгалии. Это место известно как Эка-чакра. Его отец Хадай Пандит, А мать Падмавати. Когда он был очень маленький, в один день один Саньяси пришел в его дом. Мы позже узнаем о нем. Кто это Саньяси? Мы позже об этом узнаем. Этот Саньяси находился у него дома несколько дней. И ему служили Хадай Пандиты и Падмавати. И он был удовлетворен ихми служениями. И они были очень благословлены этим Саньяси. По его милости они служили ему. И хотели что-то преподнести ему. Когда они стали что-то предлагать ему из своего имущества, он сказал, что нет необходимости в этом. В детстве он назывался Кувер. В детстве он назывался Кувер. В то время у них был только этот сын митенантом в работе. Кувер был очень маленький. Но это Саньяси. Если ты мне хочешь что-то дать, дай мне этого мальчика. Дай мне этого мальчика. Дай мне этого мальчика. Потому что я нуждаюсь только в этом мальчике. Мне больше ничего не нужно. Я нуждаюсь в нем. Я начал плакать. Они стали плакать. Спроси от чем-нибудь другого. Саньяси ответил. Нет проблем. Если вы хотите мне что-то дать, то я готов принять только этого мальчика. И в конце они предложили предложили этого мальчика Куверу. И он ушел с ним. Этот мальчик стал посещать все четыре места. И когда жизнь Саньяси подошла к концу, он соединился с этим мальчиком. и стал известен как? Он был как? Когда он соединился с мальчиком Куверу. Да, это Саньяси. Это Саньяси. Он превратил Саньяси. В то время, когда Саньяси соединился с мальчиком Кувера, он обрел форму юноши. И он был подобен гуру. Этот Саньяси был для Кувера первым гуру. И когда он вошел в этого мальчика, он начал посещать все святые места. И вот в одно время он встретил своего гуру Мадхавен Дарупада. Который являлся гуру Ишварапури. Шимар Махапрабху был учеником Ишварапури. И этот Ишварапури был духовный брат Митянанды Прагу. После того, как он получил инициацию от Мадхавен Дарупада, он стал посещать все святые места вокруг всей Индии. И он стал посещать все святые места Индии в течение двадцати лет. И затем он вошел во Вриндаван. Предыдущие лилы проявились в его сердце. В то время он уже был ни Кувера, ни Нитянанды. Он стал Баларамой. Он стал искать своего брата Канайю. Он стал каждого спрашивать. Вы знаете, где мой Канайя, где мой брат? И каждый был в шоке от его вопроса. О, он ищет Канайю. Также говорится в одной истории, что он стал входить во все храмы. Но он не мог получить ни одного даршана Кришны. Он обнаруживал, что все алтари пустые, без Кришны. Божества были на самом деле. Божества были, но он не мог увидеть божеств на алтаре. Поскольку в то время Кришны не было во Вриндаване, в это время он явился в Навадзвите. Один Вайшнав, очень прекрасный предан, когда он встретил в Нитайчанде, он сказал ему, почему ты здесь ищешь своего брата? Может быть, он что-то внутри осознал. Почему ты здесь во Вриндаване ищешь своего брата? Ты должен знать, что твой брат уже явился в другом месте. И где это место? Это Навадвиба. Ты должен отправиться в Навадзвита. И там ты найдешь своего брата. Но не спрашивай о Канай. О Канай. Здесь уже нет Каная. Он уже Нимай. И после этого он отправился в Навадзвита. Он находился в доме Нандана Ачари. Он думал, что если... Он предполагал, что Гавранга Махапрубху в своем сердце также ищет его. И поэтому он спрятал себя в доме Нандана Ачари. Когда Махапрабху был со своими предами Сривасангами, он сказал всем своим предам, в основном больше Сривасанг и Сридасу. Мне явился сон и очень удивительные вещи. Я увидел, что одна личность большого размера, он был одет в синей одежде. И в одном ухе у него была макарак, серьга макарак. И он спрашивал каждого о своем брате. И он спрашивал мое имя. Он подходил каждому и спрашивал, скажите, где мой брат Нимай? Может быть, кто-то пришел в Махапрабху и отправился искать его. И Харидас и Сривас стали искать его. Они стали искать его по Махапрабху. Это была проверка для Махапрабху. Адвайта Прабху также проверялся таким же образом. Когда особое настроение Махапрабху проявилось после того, как он пришел из Гайи, когда он совершил ритуальные церемонии после ухода своего отца, после этого Адвайта Прабху отправился в Шантипур. Он знал, что он своем Бхагавану. Но Адвайта Прабху хотел проверить его. Я уйду в Шантипур и он должен найти меня там. И Махапрабху, когда проявил себя перед всеми пленами, он стал звать в адрес Адвайты Прабху Нара. Где Нара? Это имя Адвайты Прабху очень новым было, неизвестным для пленых. И Шрифа спросил, кто такой Нара? А Гавранга Махапрабху сказал, это тот, кто звал меня в этот мир. Я был там, в моем вечном месте. И он меня призвал сюда своим поклонением и своими молитвами. И где же Нара? Где же Адвайта Ачария? Нитайчан также также подвергся такому экзамену. Сривас и Харидас и Гададхар начали искать его. Где эта личность? Они везде искали по Навадыбе. Но они не отправились в дом на Нарадыбе. Они вернулись и сказали, нет Прабху. Нет такой личности, которая носит голубые одежды с одной сербой в ухе. И Махапрабху сказал, хорошо, только я могу призвать его. Я должен отправиться. Только я смогу найти его. И он отправился напрямую в дом на Нарадыбе со всеми своими спутниками. И Нитайчан в то время сидел и медитировал в это время. Шриман Махапрабху вошел в дом Нитайчат и увидел Нитайчан, бросился к нему и обнял его. Таким образом это была первая их встреча. И затем Шриман Махапрабху пригласил Нитайчан в дом Шриваса. Он называл жену Шриваса своей матерью. Это было прекрасное время, когда они вместе встретились и обсуждали Кришна Катху в обществе всех пленных. Это было очень поразительно для Нитайчан. Почему? Поскольку все, что они делали, было в закрытых дверях. Шриваса закрывал двери своего дома. Тогда они начинали Кирта танцы, Кришна Катху. Они катались по земле. Это было очень блаженное время и удивительно для Нитайчан. Нитайчан в один момент спросил его, что ты делаешь? Почему ты так поступаешь? Обратился к Гуранге Махапрабху. С самого начала он называл Махапрабху как брат. Он спросил, что ты делаешь здесь? Махапрабху спросил, что случилось? Нитайчан сказал, почему ты делаешь все здесь, в закрытых дверях? Каждый в Кали-Югу должен быть здесь находиться. А ты делаешь в закрытых дверях. Мне кажется, что ты забыл. Ты забыл, что ты обещал жителям Кали-Юги. Нет. Я не забыл ничего. Почему ты это делаешь? Почему это проходит таким тайным образом и другие люди не могут зайти сюда, присоединиться? Ты пообещал каждому, что в этой форме, в этой Аватаре, ты раздашь прему каждому. Ты создашь волны этой чистой премы Враджа. И каждый, кто квалифицирован, и кто действительно не квалифицирован, все получат прему от тебя. Если ты все это будешь делать в закрытых дверях, то как тогда остальные получат эту прему? Как ты исполнишь свое желание по отношению к каждому? И тогда Махапрабху сказал. О, Шрипат. Нет, я этого не забыл. Но я ждал тебя. Да, это было мое обещание. Что я буду проповедовать о Харинам Махаммадре. Я дам прему, эту чистую прему Враджу каждому. Да, это было мое обещание. Но только ты сможешь исполнить это желание. Это обещание. Если тебя бы не было, я не смог бы исполнить это желание, обещание. Почему? Потому что ты обитель Кришна премы. Ты обитель моей премы. Я могу дать прему каждому, когда ты находитесь рядом со мной. О, Шрипат. Это не мои слова. Это твои слова. Это твой долг, твоя обязанность. Это твоя обязанность распространить прему Харинам каждому. И тогда Нитайчандр пообещал. Можно увидеть это в Нитинадашдаке. Он сказал. О, мой брат, для этих жителей Кали-юги, что ты сделал? Когда Махапрабху передал эти обязанности Нитайчандр, он пообещал каждому. И чем было это обещание? Махапрабху, прелия т внутренней. В первую очередь, он назывался как брат, как родитель, из Ишвара, к кондиционной души, к дживам. В первую очередь, мы можем увидеть миллионы аватары, которые появились в этом мире, в этом мире материальном мире. Они выполнили свои последние годы. Но никого не называли нас, то есть все кондиционные души, к дживам, как брат. Никого. В первую очередь, это было Нитая Чарль. Они принимали нас, как их родители, родители. Мы нечисты. Наш разум, наши чувства загрязнены. Но они все равно принимают нас в таком нечистом состоянии. Дочь Римана Махапрабуни Тайчанд говорит в Писании. Если вы хотите совершать какую-то духовную деятельность, то вы должны очистить свое сердце. Но как это возможно? Как мы сможем это сделать? Никто это не может сделать самостоятельно. Поскольку это зависит от особой милости. Обычно мы используем мыло для того, чтобы смыть грязь. Но как мы можем это сделать изнутри? Как Махамантра будет работать? Для этого нужно особое благословение. Нитайчанд смешал эту милость. Махапрабху вложил эту милость в Махамантру. И Нитайчанд пообещал нам. Это вот достаточно. Просто воспевай Махамантру. Ты всегда должен воспевать Махамантру. Ты должен соединить Махамантру со своим дыханием. Ты должен соединить Махамантру со своей жизнью. Со всей своей деятельностью. И где бы ты ни находился, это не так важно. Самое важное, чтобы ты находился с Махамантрой постоянно. Нитайчанд сказал. Всегда воспевай. Что бы ты ни желал своей жизни. Есть два вида желаний. Одна группа хочет освобождения. Поскольку они страдают. Они страдают своей жизнью. Они не могут превзойти эти страдания жизни. Преодолеть. Они постоянно горят. Я не молюсь. Я хочу освобождения. Я хочу мукти. Другая группа. Они хотят вечного блаженства. Ананды. Чистой Ананды. Но они не знают, как достичь это чистого блаженства. Этой Ананды. И эти две группы. Нитайчанд пообещал обоим этим группам. Просто воспевайте Махамантру. И вся ответственность. Я всю ответственность возьму на себя. Я исполню все ваши желания. Если вы просто будете воспитывать Махамантру. Если вы хотите освобождение, я помогу вам достичь. Если вы хотите блаженства, я дам вам это блаженство. Да. Я Нитинанда. Я обещаю вам. Таким образом. Я Нитинанда. Я обещаю. Таким образом. Нитайчанд пообещал всем нам. Саринитай и Харидас. Начали проповедовать, распространять славу Махамантру таким образом. До этого Махапрабху спросил сначала. О Шрипад. О Шрипад. О Шрипад. Шрипад. Шрипад это одно. Это прозвище Нитинанда. И все спутники Нитинанда называли Нитинанду Шрипад. Махапрабху спросил. О Шрипад. Как ты будешь проповедовать, распространять Махамантру дживам? И Тачан спросил. Хорошо, скажи, что ты желаешь? Хорошо. Сначала ты должен попросить каждого. Ты должен каждого попросить. Если они не будут воспевать, тогда что я должен делать? Хорошо. Тогда возьми их за руки и попроси. Приятным голосом уговори их воспевать. Попроси их от сердца воспевать. И Тачан сказал хорошо. Но если они все равно не будут воспевать, будут игнорировать мои слова, тогда Махапрабху сказал. Тогда Махапрабху сказал, упади к ним, возьми их за стопы, упади к стопам и проси их воспевать Махамантру. И тот, кому он сказал, это и был Нитайчанд. Кому он сказал Гауранду? Он спасал самому Нитайчанд, чтобы Нитайчанд хватался за стопы людей и воспевал Махамантру. Каким бы то ни было образом в России хвастевать Махамантру, дай им эту премию. И не забывай, ты должен Махамантру дать каждому, не только живым существам, не только людям. Если ты увидишь перед собой змею, кто бы не перестал перед своими глазами, может быть одна змея, может быть один буйвол, может быть какое-то другое животное, ты должен Хайнан дать каждому. Очень поразительно было это слышать всем преданным. О Прабху они сказали, почему же животным? Если они будут воспевать Махамантру, могут ли они говорить как люди? Как они будут воспевать Махамантру? И Махапрабху сказал, почему нет? Есть доказательства, как животные воспевали Махамантру. Когда Махапрабху переходил через лет к Джариканду, в то время все животные начали танцевать и воспевать Махамантру перед Шри Кришной Чайтанью. И дальше вы увидите, что собака Шри Кришной Чайтанью Собака Шри Кришной Чайтанью Начала воспевать Махапрабху. В то время, когда Махапрабху сказал им воспевать Харинам, собака стала танцевать и воспевать Харинам. Животные также могут воспевать Харинам. И тогда он начал Сринитанандар и Срегура Чандра. Прабху начал Игору Чандра. И почему Гавранга Махапрабху дал эту миссию Нитайчанду? Почему это? Для этого мы должны отправиться в Бавриндаван и осознать, кто такой Нитайчанд. Мула Санкаршана. Мы должны обратиться к Вриндавану. Нитайчананда является Мула Санкаршаном. Мула Санкаршана, КАРНАТОЙ, КАРНАТОЙ, ГАРБХОДА САЙЧА, ГАРБХОДА САЙЧА, Каждый является частью Нитайчанда, все являются частичками Нитайчанда, он как Мула Санкаршаны. Первый из Чатургухи, тот, кто лежит на беспричинном океане, тот, кто лежит на молочном океане, тот, кто лежит в этом мире, каждый, является экспансией Нитайчана. Памша и Кала. Он является всем. С одной стороны, он является всем для Шри Кришны Бхагавана. Все, что окружает Кришну, место Его игр. Святая обитель Кришны, это также Санкаршантатва. Место, где Кришна является, это место, также является Санкаршантатва. Санкаршантатва. Те украшения, которые Кришна носит, это также Санкаршантатва. Зонтик, который Он использует, также Санкаршантатва. Все атрибуты, которые Кришна использует, являются Санкаршантатвой. И все ближайшие спутники, они являются экспансиями Санкаршантатвы. Если нет Санкаршантатвы в играх Кришны, можно сказать, что Кришна из себя ничего не представляет. У него даже одежды не будет без Санкаршантатвы. Поэтому, если отделить Нитайчандра от Гавра-чандры, то Гавра-чандра будет подобно таким же образом выглядеть. Да, в Гавра-чандре есть Кришна и Санкаршантатвы. Но также они не могут совершать свои игры, если не будет Санкаршантатвы. Поэтому, когда во Вриндаване Санкаршантатва распространяется в две формы. Одна для внешних игр, как Баларам. И другая для внутренних, сокровенных игр, как Анангаманджари. Младшая сестра Шематердарани. И почему эти две формы? Почему не одна? Поскольку Он явился в Вриндаване, как старший брат Кришны. Старший брат, он не может отправиться в то место, где его брат проводит свои игры с возлюбленными. В индийской культуре, в соответствии с Санатан Дхармой, это недопустимо. Старший должен быть старшим. Он не может войти в те кунжи, где Кришна проводит свои игры с возлюбленными. Если Санкаршантатва не будет там присутствовать, то как Кришна может проводить свои игры? Поэтому Анангаманджари присутствует там. И когда Он отправляется в лес со своими друзьями, Кришна. Одна гопи, Анангаманджари, как девушка, она не может отправиться со всеми пастушками. И в то время, как Кришна может совершить свои игры? В это время с Ним присутствует Баларама. Как Нитянанда, в Гору Лили, Радхаман Сирандас Бабаджи описывает это в Киртане. Акара дает комментарии к Киртану. Он описывает детально свой Киртан. Описание Киртана называется Акаром. И Он поет, как в Навадвипипи, в Лили. Каждая личность имеет две формы. В Лилахшиман Махапрабху каждый имеет две формы. В Нитянанде Прабху есть две формы Баларама, Анангаманджари и Баларама. Каждый играет друг с другом. В Горанге Махапрабху как Рада Кришна. Каждый из спутников Горанге Махапрабху имеет женскую форму. Поэтому в Навадвипи Йога-Питхе вы не найдете женские формы там. Вы никогда не найдете женские формы в Навадвипи Йога-Питхе. Поскольку эти женские формы спрятаны там. Тайно находятся в каждом из них. Нет необходимости показывать их лично. Нет необходимо их внешне показывать. Все саки, манджари находятся в этих формах. Все шакти и самарадарани. Но в скрытом образе. Поскольку Навадвиплила это скрытая Лила. Только благодаря особым благословениям Саддака может это осознать. Только по особой милости Нитайчанда Он может раскрыть эту истину перед Саддакой. Поэтому во Бриндаван-Лиле то, как Он совершил Аделину. И здесь также. Это очень важно. Оба должны присутствовать. Банангамажари Сампудзики. Кадарма Чандаргасвами. Очень прекрасно описывает эту истину. И какова эта истина? Радхарани, Говинда и Баларама. Они являются одной личностью. Вы не можете их разделить друг от друга. Поскольку Кришна всегда находится с Мула Санкаршаной. И Шримати Радхарани это потенция. Только три различных имени. Три различных формы. Но по Таттве они являются одной личностью. В Чайтан-Лиле так же описывается. Снова и снова говорится, что Нитянанда Прабу. Что такое Нитянанда Прабу? Это скрытая форма Гора Чандры. Нитянанда Прабу не отличная форма Гора Чандры в скрытой форме. Как Мула Санкаршаны находится так же со Шри Кришной. Так же Нитянанда Прабу находится в скрытой форме Горанги Махапрабу. Если мы будем медитировать, что это две различные формы, то это будет большим оскорблением. Что Гора Чандра и Нитянанда – это две различные личности. Если кто-то скажет, что я не нуждаюсь в милости Нитай Чандры, если у меня милость Гора, тогда это все для меня. Нет, это невозможно. Без милости Нитай Чандры никто не сможет достичь милости Гора Чандры. Что случилось с Рагунат Дадхасами? Он был очень молодым. Он приезжал в очень богатой семье, подобно царю. Его отец был подобно маленькому царю. Они были очень богатые, но Рагунат Дадхасами когда Он обрел сознание Кришны. Он захотел сбежать из Его дома. Он хотел пройти с Егором, и не хотел принять прибежье Его лотосных столб. Но Он ждал какое-то время. И что случилось? Увидев отреченное сознание Рагунат Дадхасами, его отец захотел женить Его. И он стал организовывать свадьбу для него. Что он должен сделать? Он не может сказать, что он не может остановить его отца. Он не мог это сделать. И тогда он сбежал. Когда он первый раз сбежал, его поймали. Вернули обратно. Но второй раз он снова сбежал из дома. И он отправился в пуре мне началу. Когда он отправился к Сириману Махапрабху, только увидев Его, он спросил его, Гаурага Махапрабху, я спросил, ты встречал Нитая? Нет, нет. Я сбежал из дома и сразу к тебе пришел. Нет, нет, ты сначала должен отправиться к Нитаю. Ты должен в первую очередь отправиться к Нитаю и встретиться с Ним. Только по Его милости ты можешь достичь милости Кришны. Сначала отправляйся к Нему, потом ко мне вернешься. Рагуна Махапрабху сказал, Рагуна Махапрабху сказал, я хочу твои благосостояния. Да. Если я захочу дать тебе благосостояние, то я тоже должен отправиться к Нитаю. Сначала должен отправиться к Нитаю, чтобы благословить тебя. Только через него ты можешь получить мои благосостояния. Я не могу тебе дать лично. Нитайчанд Рагуна Махапрабху отправился к Нитаю. В то время он был в доме Рагава Пандита, недалеко от Калькуты. Затем Нитайчанд спросил его. Он сидел на берегу реки Ганги под большим баньяновым деревом. Со всеми своими премиями. Нитайчанд спросил его. Почему ты не отправился напрямую к моему брату Гавранги? Может быть, ты хотел его украсть у меня? Почему ты отправился к нему напрямую? Это наказуемое оскорбление. Ты должен быть наказан. Я Рагуна Дагзами сказал, начал танцевать. Ты хочешь наказать меня? Это большая милость для меня. Как бы ты не наказал меня, я приму это от тебя. Нитайчанд всегда находился в таком резвом настроении, сладком настроении. Нитайчанд сказал, хорошо, это будет для тебя наказание. Ты должен каждого накормить хиром, йогуртом, сладким рисом, сладостями каждого. Хорошо. Рагуна Дагзами стал организовать и всех ващнавов позвал. И Рагуна Дагзами предложил. Это был большой фестиваль мохотцев. Но это мохотцев было как наказание для него. До сих пор. До сих пор. Каждый год этот мохотцев проходит. Буквально недавно он проходил. Этот фестиваль называется как Данда Махотцев. Фестиваль наказания. Это фестиваль, но он выглядит как наказание. Таким образом, никто не может получить благословение напрямую от Гора Чандры, если у него нет милости Нитянанды Праба. Поэтому, в первую очередь, мы должны принять приближище у Нитайчанды. И что мы можем узнать из Брахманды Пураны на эту тему? Нитя Срирадхика-наму-ананда-расабик-граха. Ухайор-милар-наму-ниттананда-вашамик-граха. Нитя. Какого значения Нитя слова? Кто-то погружен в имя Радхи. Кто-то погружен в имя Радхи. Кто-то всегда связан с именем Радхи. Это и есть Нитя. И когда он связан... Поскольку он всегда связан с именем Радхи, поэтому его имя Нитянанды. Нитя значит вечный. Ананда значит чистое блаженство. От кого вы сможете получить это вечное блаженство? От кого вы сможете получить это чистое блаженство? Браджа. Блаженство. Это и есть Нитянанды. Тот, кто пошлет вас. Тот, кто вам даст это блаженство, это и есть Нитянанды. Вы знаете, Махапрабху? Махапрабху? Махапрабху. Известен как Гора. Известен как Гора. 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 Известен как Гора. Радхи. Сначала мы должны воспевать Радхи, затем Говинда, Радхи Говинда. Мы не говорим Кришна Радха, Говинда Радха. Сначала мы воспеваем имя Радха. Но почему? Почему не Говинда, а потом Радхи? Здесь дается объяснение. Писания Радхи Кашастры говорят, это очень возвышенная тема, что Го это не Говинда. Когда Стримати Радхи Говинда погружена в настроение Говинды, когда она созерцает свое лицо в зеркале, когда она смотрит в зеркало, она видит не свое отражение, а отражение Говинды. И когда Радхи Говинда погружена в настроение Кришны, может быть внешне она выглядит как Радхи, но внутри она чувствует Говинду. И этот Говинда и есть Го. Это не тот Говинда, это Радхарани. И также, когда Кришна погружен в настроение Радхи, как Он бежал и обнимался отражением в кристальной колонии. Кришна, he was walking, апариколитапурвам, кашчамуткарокали, спурати мамагарьяны, самадхуджяпурав, аям ахама пиханта, пракша, янглоктхачета, сарахаса мукабхактум каме Радхи. Очень замечательная история. Кришна отправился в Нава-Бриндавану. В Двараке Он создал Нава-Бриндавану, чтобы показать им Кришналилу. Он провел Нава-Бриндаван в Двараке, который известен как Нава-Бриндавана. Он играл в Бриндаванские игры в это место, и жены Кришны созерцали, как эти лилы проходят во Вриндаване. Но когда он был, когда он прекращал эти игры, он отправлялся гулять по Нава-Бриндавану. Он не мог оставить это на стороне Вриндавана, не мог покинуть это место Вриндавана. И он блуждал в это место, погруженный в нас Нейратхи. Внешне он был Кришна, но внутри его сознание поменялось на Радхрани. В тот момент в одной колонии из кристаллов он увидел свое отражение. Это отражение было как Кришна. В отражении был Кришна. Но кто в этот момент созерцал это отражение? Внешне это был Кришна. Но внутри это была Радхрани. И Радхрани увидела это отражение. Стримати Радхрани бросилась, чтобы обвинять эту колонну с этим отражением. Стримати Радхрани, поскольку он был погружен в настроение Радхрани. И когда это случилось, может быть внешне он был как Кришна, но внутри он был как Радхрани. И это Радхрани. Может быть по имени он известен как Говинда, но это не Говинда. Это Радхрани. Настроение отличное. Но Радхрани это не Радхрани, это Говинда. В Гуру Лиле все очень имеет такое. Все скрытое и секретно. Все связано с Вриндаван Алилой. Но очень в возвышенном, сокровенном уровне премы. Даже самые ближайшие спутники во Вриндаване, даже сам Кришна не могут осознать этот уровень премы. И как мы, обусловленные души, мы можем получить эти осознания. Поэтому мы так нуждаемся в этой милости и благословениях Нитянанды. Поэтому мы должны принять прибежище и молиться Ему. Пожалуйста, пошли нам. Поскольку Нитянанды Брабус является самой важной личностью в нашем Бажане. Для всех калий джив, для всех джив этой эпохи. Если мы оправимся к Нитаю. С одной стороны, легко получить от нас Нитая. С другой стороны, это сложно. Поскольку для этого мы должны из всего сердца править всю любовь. Чистую любовь мы должны предложить Ему. Ничего больше не нужно. Просто поклонением Нитянанды. Вы не получите Его милость только любовью. Да, вы можете совершать пуджу, предлагать много наведей. Но Нитайчан будет смотреть на вас и будет ждать, когда вы предложите свою любовь от всего сердца. И в то время он бросится к вам. Поскольку у него есть особое настроение. Поэтому он известен как Авадхута. В одно время он привязан и отречен. В одно время он может носить много украшений драгоценных. В другой момент можно увидеть, как он разбрасывает эти украшения в разные стороны. В один момент он привязан. В один момент он может броситься к вам и в другой момент он может убегать от вас. Поэтому очень аккуратно нужно удерживать его около себя, сдерживать. Если вы предложите Ему любовь, он всегда будет с вами. Там, где любовь. Там, где будет с любовью, поклоняйтесь. Поскольку все, что он ждет от вас, это любовь. Он является прими-такуром. И также он известен как Пагал Нитай. Пагал Нитай тот, кто безумен. Безумен в любви, в экстазе. И что он делает, это непостижимо ни для кого. Он может взять вас за плечи и танцевать. Может обнять вас и танцевать. А может... Никто не может понять, что он делает. Только Нитай это знает. Чтобы узнать его. Чтобы понять его милость, его любовь. Сначала мы должны принять милость прибежище у Нитянанда по милости Ширигуру. И что он может сделать для нас? Какова истина? Самые сладкие игры Нитай Чанды. Мы узнаем по следующей дни. Сегодня мы встретились вечером и в следующие дни мы будем узнавать о сладких играх и истинах Нитянанды. Сегодня Нитянандатата на этом остановится. Если какие-то есть вопросы, пожалуйста, спрашивайте. Можете, пожалуйста, объяснить, кто был этим Саньяси? Позже, в следующие дни мы об этом расскажем. Если вы сразу узнаете, определенные моменты истинные мы потеряем их. Ход событий. Была вторая личность. Была вторая личность. Была третья личность. Была вторая личность. Это было очень хороший вишен. Кто это человек? О! Эта личность. Это разные. Обычно Шри. Кришна, я не понял вопрос. Только Кришна сказал о себе, что он Кришна. Балараман, ты можешь сказать, что я суть потерял? Я спросил, что было за тот человек, который, когда Невтянанда находился в Увриндаване, порекомендовал Ему идти на Лабипу и искать там Кришну, и Махарача объясняет, что сам Кришна. Говорится, что Кришна лично явился к Нему как преданный и сказал это. То есть к Нему явился преданный, а это на самом деле был сам Кришна. Это говорят таким образом, что это какой-то был преданный, а с одной стороны говорят, что это сам Кришна явился в форме преданного и сказал им отправиться на Лабипу. Очень сладчайшая Катха Абни Тайчады. Очень сокровенная и скрытая тема, тайная тема. Так же, как Анангаманджари Сэмпутика, очень сокровенная, очень сладка и очень тайна. Поэтому мы должны слушать эту Катху, мы должны держать ее в своем сердце, эту сладость. Мы должны следовать путем милости Нитайчанды. Если мы не примем прибежищный лотекс-настоп Нитайчанды, тогда мы не сможем достичь пути Гуручандры. Иногда даже Нитайчанды прабой для нас более важен, чем Гуручанды. Брама говорит, что в Бхагавате можно обнаружить, о Кришна, может быть, я смогу обрести Твою милость, но я к Тебе не отправлюсь. И что же я должен для этого делать? Я отправлюсь к Твоим преданным. Он говорит, что я буду следовать всех их наставлениям и советам. Тремя путями, речью, телом и в уме, физически, ментально и речью. Я буду следовать всем наставлениям. И когда я начну это делать, тогда я буду находиться. тогда я буду находиться в должном месте и не буду метаться туда-сюда. Ты сам ко мне придешь. Это очень естественно. Если я захочу мед, может быть, я захочу особый мед от пчел из лотоса. И я не пойду к этим лотосам. Я не смогу взять мед из лотоса. Куда же я отправлюсь? Если есть бихаб, близко к этому лотосу, где столько лотоса. Я отправлюсь к тому озеру, где эти лотосы растут. Из этого места я собираю пчелы и это будет лотос. Потому что это очень близко. Это будет лотос. Я отправлюсь в то место, где пчелы собирают улей. Потому что пчелы знают, как собрать мед из лотоса. и они собираются в улей и с сули. Сулия будет мед течь. И я отправлюсь в это место. И также Брама говорит, я имею такое же желание пить мед, но я отправлюсь к твоим преданным. Я отправлюсь к этим пчелам, которые знают, как собрать этот мед от тебя. Брама говорит это. В нашей садхане также это происходит. Если мы хотим благословения Гавранги, Шри Кришна, мы должны отправиться к Нитаю. Поскольку он известен, он знает, что каждый Шри Гавра Шундар, Шри Кришна Шримати, Радарани, они находятся в Нитачанде, и только Нитачан может их дать нам, и никто, либо никто, либо другой. Поэтому мы должны принять прибежь его лотос-несок. на русский сразу. возможно тоже. Почему Господь приходит на землю, как спрятанная аватара, на земле, как спрятанная аватара? Как спрятанная аватара? Гавра Шундар известен, как Гавра Шундара, но на самом деле он Кришна и Радарани, известен как Нитанада, но он на самом деле Баарама и Анангаманджари, то есть они все в скрытой форме. Поэтому Калуб Парчан Аватар. Есть одна прекрасная, как один преданный раскрывает из своего сердца эту истину, как Махапрабу явился. Это не та истина, которая дается из Писания, это истина из сердца чистого преданного. И почему? Поскольку все жители Калиюги узнают, что Кришна явился, то значит они должны плакать как в Раджагопи. Поскольку все в Раджагопи они рыдали по Кришне. И он обманул их. Он обманул Кришна, обманул Раджагопи. И может быть, если он явился бы, раскрыл бы себя, все подумали бы, о, он снова явился, чтобы обмануть нас. Это истина проявилась из сердца чистого преданного. Это Расика Кадха. Это не шахстук. Поэтому Кришна спрятал себя. Сейчас я поменяю себя, изменю себя. Это очень естественно, что мы не сможем доверять тому, кто совершает много оскорблений, ошибок. Мы не можем доверить такой личности. Кришна сказал, если я вновь явлюсь как Кришна в Кали-югу, в этой черной форме, тогда никто не будет мне верить. Никто не доверит мне себе. Поэтому я должен изменить себя. Я должен провести себя в такой форме, в которой я буду улыбаться, счастливым и буду управлять в Раджа-Прему. Но никто мне не будет доверять, если я явлюсь в такой же форме, как раньше. Поэтому он известен как скрытая форма в Кали-югу. Какие-то еще вопросы? Вы сказали, что Радха, Кришна и Баларама это одна личность. Да? Вы говорите, Радха, Кришна, Баларама это одна личность. Да. Это очень трудно понять, то есть у них разные роли для достижения Прэмы. Очень сложно понимать, они имеют различные роли. Для достижения Прэмы то есть для нас это разные роли, чтобы мы достигли Прэмы. Для нас это как... Что значит Прэмы? Концовка. Не бояться, это сутка. Для того, чтобы мы получили Прэмы, получается у них разные роли. Они выглядят как разные правила для достижения Прэмы. Нет, они не имеют различной роли. Вы должны знать, что все это поддерживается санкаршантаттой. То, что Кришна делает со своими друзьями, это происходит по милости Баларамы. То, что в сокровенных кунжах вриндавна проходит, это происходит по милости Анангаманджари, что бы они не делали. Это либо это желание Анангаманджари, либо это желание Баларамы. они то есть все следуют ихним желаниям. То есть все находятся под контролем и организации Анангаманджари и Баларамы. У них у всех, у троих одинаковое настроение. Баларама всегда поддерживает Игоря Кришна. Когда время подходит, что Симатиадрани ждет со Саимисаки и Кришна отправляется чтобы встретиться с ним. Если Баларама там находится, то как Кришна может отправиться? Если Кришна отправится, Баларама спросит почему ты идешь? Баларам понимает, что Радарани ждет его. И что он будет делать? Он скажет я очень устал. Пожалуйста отдохни немножко. И он начнет отдыхать. И заснет. И друзья Кришна Баларамы они начнут заснуть. Это Баларама должен заснуть. Они начнут служить Балараме и в этот момент Кришна отправится на следующий Саатхрани чтобы совершать свою игру. Поскольку он знает если он проснется Баларама если Баларама проснется то Кришна не сможет уйти. Поэтому они усыпляют его Баларам. Баларам потому что без разрешения старшего брата он не может отправиться в брат. Мы должны их любить как одной личности. Кришна как нам совместить это понимание? Говорится же что Йога Майя контролирует и устраивает игры Кришна как нам совместить это понимание? Мы знаем Йога Майя создает все целелы. Как мы можем это понимать? Да. Да. Это правда. Да. правда. Потому Йога декорирует все украшает все организовывает но на самом деле Санкаршантатва она получает полномочия от Санкаршантатвы это Санкаршантатва дает указание Йога Майе организовать все это и Йога Майя после этого все организовывает в Раслиле также указывается об этом бхагавану питараттри сарадат пулла Маллика бххарантун манас чакре Йога Майяму посреди Кришна saw that night когда Кришна he just medited about Йога Майя because he wanted to first time he wanted to start last когда Кришна начинал Танец Раса ночью Кришна принял прибежье у Йога Майя поскольку она должна была организовать только благодаря Йогу Майя все должно быть организовано вновь Раса лилы но те лилы которые Кришна должен совершать они только благодаря Санкаршантат и Баларами могут произойти чтобы Кришна не пожелал это и желание исходит от Санкаршантат и тогда для этих лил Йога Майя лично сама все устроит для Кришна Лилы существует две личности две важных личности для организации лил это Санкаршантат сначала поскольку когда бы Йога Майя чтобы Йога Майя не организовывала это место является Санкаршантат сначала она должна принять прибежчиво Санкаршантат и затем Йога Майя придет и все организует все украсит для лил таким образом Йога Майя все устраивает благодаря желанию Санкаршаны можно на русский я спросил почему так много мы имеем информации о Кришне и так мало о Балараме и Нитянанде с чем это связано почти не слышно поскольку Баларама Нитянанда Анангаманджаре они имеют очень большое могущество Санкаршны Если кто-то удалит Санкар Шантату, тогда Кришна будет доволен. Баларама, ты понял? Кришна вручит себе той личности. Тот, кто удалит Балараму. Поэтому не так известно как Нитая Пагал, поэтому он очень безумный. Поэтому человек может сказать я не отправлюсь к этому безумному, поэтому он спрятал себя. Пожалуйста, если кто-то задает вопрос на английском, переводите его на русский очень громко. Потому что суть теряется и очень сложно потом переводить. Подождите, подождите, был такой другой ответ, но она не перевела ничего вообще. Потому что очень сложно понять сам вопрос. Суть теряется и поэтому ответ... Баларама. Баларама, ты понял ответ на вопрос, который Бурдев дал? Можешь пересказать? Я сейчас долго рассказывал, а не было. Я совсем понял, в Нью-Поинт, с точки зрения... Вот это я не понял. Вроде до конца я... Я суть не ловил ее. Войк-поинт. 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 Войк-поинт? вам благодаря чему я могу вас контролировать это и есть какой не что-то если что-то знаю секретное о вас то благодаря это этому секрету я могу вас контролировать поэтому крышный скрывает в лекции сказали там о том что кришна он постигает получается что кришна тоже что-то постигает youtube и как кришна кришна realize his prayer как кришна knows everything but she trying to realize his prayer где он говорит в чем во вриндаване он все знает он сарвагья во вриндаване он все потерял все свое могущество как бхагавана он потерял во вриндаване все знания он потерял благодаря премии здесь во вриндаване он обучается он обучается премии от этих враджа гопи от каждого во враджа он говорит я учусь в я учусь в дружеской любви от враджа гопи я учусь в мадуре премии всем видом премии он обучается во враджа той премии которую он не имел до этого почему поэтому это сокровенное знание исходит из сердца преданных и он не может почувствовать преданных которые испытывают в своих сердцах служа кришне вкушая любовь кришне только преданные могут объяснить эти симптомы любви но кришне этого не может я вам приду пример вы вкушаете сладость вам нравится одна сладость имеет вкус сладкий вкус но если вы если вы положите эту сладость если вы если вы спросите сладость насколько ты сладка она не сможет ответить только ты можешь поскольку ты попробовал когда ты попробуешь ты сможешь понять какая насколько она сладко можно я не знаю в случае Вы сказали, что Кришна пришел в Гаврамиле в скрытой форме, чтобы скрыть Силу Приводаманщика. Вы говорите, что Кришна пришел из Гаврама Махапрабу на искреннем способе, чтобы скрыть Силу Приводаманщика. А читинг-мечер? Проявлял ли он природаманщиков в Гаврамиле? Он выяснил? Галала? Кришна в химическом форме, с читанием Махапрабу, но в Гаврамиле выяснил его читинг-мечер в Кришне? Нет. Это правильно. Он поменял себя. Изменил себя. Только в этой форме он осознал, что только в этой форме как Гора. Он осознал, что он будет общаться. Прежде всего он будет делать санкалпу. Он будет делать вау. Сейчас я буду общаться все из моего сердца. До своего явления Кришна не проявлял эту прему и не делился ей ни с кем. Только несколько личностей получили эту прему. Но в эту коллегу он раздавал прему каждому. Он изменился полностью. Без любви Нитинанды мы не сможем заслужить любовь и расположение Гавранги. Каким способом мне заслужить любовь Нитинанды? Общаться с ним своими словами от сердца или же есть какие-то мантры специальные? Как мы можем достигать любовь Нитинанды? Он говорил. Только благодаря воспеванию Махамантры. Принимая прибежье Махамантры и молясь Нитинанды. Принимая прибежье Махамантры и молясь Нитинанды. Только благодаря Мухаммандру. То есть я думаю о нем, я обращаюсь к нему, к мельцинанту. Это означает, что я медитаю к мельцинанту, я обращаю к мельцинанту, я обращаю к мельцинанту в этом мудре? Да. Медитируя на мельцинанту, обращая к мельцинанту. И тогда все проявится. Так, Ласика спрашивает о мельцинанту, но о мельцинанту. Да. Когда бы вы не медитировали на мельцинанту, гауранга всегда с ним. Когда вы молитесь о нитинанте, нитинанта всегда за гауранга, вы никогда не один. Вы автоматически получаете милость гауранга, молясь с нитинанде. Мы без нитинанта этого не получат. Мы без нитинанта этого не получат. Говорят о благословениях. И я немножко не понимаю, как вообще благословение действует. Потому что, кажется, вот по всей благословении ты сидишь, вот тебе сказали, ну вот желаю тебя правильно. Ты думаешь, сейчас она откуда-то там появится. Вот как это вообще работает? Как вот объяснить, что тебе вообще благословение? Как работает благословение? Например, я спрашиваю, что кто-то мне благословение. Как работает благословение? Да. Это очень важный вопрос. Как благословение работает? Может быть, сегодня я говорил вот кому-то, что мы должны искать, как мы получаем благословение от кого-то. Мы должны зафиксировать свой ум в поисках того, как мы эти благословения обретем. Все, что происходит в нашей жизни, это также и есть благословение. Оно не происходит само собой. Может быть, вы заболели чем-то. Вы испытываете сильную жажду. И внезапно одна личность. Кто-то подходит к вам и дает воду. В этот момент вы должны осознать, что Кришна пришел к вам в форме воды. Это и есть его благословение. Во время засухи вы обнаружили воду. И в тот момент, когда вы очень голодный, внезапно появилась пища. И Кришна проявился как пища в этот момент. И таким образом вы должны сделать свой ум. Вы должны почувствовать эту милость в такие моменты, как себя Кришна проявляет. И также, что происходит в вашем Бхаджане? Каждый день вы можете совершать какой-то прогресс. Каждый день к вам будет приходить осознание, ощущение, привязанность. Каждый день это будет развиваться в вашей духовной жизни. И все это зависит от того, как вы совершаете свой Бхаджан, от вашей практики. Насколько вы задействовали себя в служении Кришне. Насколько милость и благословение к вам будут приходить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова